Железнодорожный вокзал Из Куанды еще 30 километров добирались на автомашине, до железнодорожного моста через Витим. Отсюда нам предстояло сплавиться по Витиму 730 километров, попутно зайти через протоку в озеро Орон, затем вернуться на Витим и пройти по нему до впадения в Лену. А далее пройти своим ходом по Лене 1200 километров до Якутска. Таким образом, в этот раз мы должны были в конце сплава оказаться сразу же у себя дома. В Куанде нас на перроне встретил Виктор Степанович Рыжий. Вот он и его супруга. Виктор Степанович помог нам с топливом для мотора, поделился ценной информацией о предстоящем маршруте. А его супруга Наталья еще и снабдила нас домашними припасами перекусить в дороге. Из Куанды на берег Витима нас повез Сергей Морозов. И хотя путь не длинный, 30 километров, ехали мы больше двух часов. Дорога в очень плохом состоянии. А Сергей ввел свой ГАЗ-66 очень аккуратно, чтобы на ухабах не повредить нашу амуницию в кузове грузовика. Сергей помог перенести наши вещи, собраться и загрузить лодку. Он не уехал и с искренним интересом принимал участие во всех наших приготовлениях к сплаву, пока мы не отчалили от берега. Витим образуется слиянием рек Витимкана и Чины. Берет начало на склонах Икатского хребта. Длина реки 1837 километров. Протекает Витим по территории Бурятии, Забайкальского края, а в нижнем течении по Иркутской области. Последние 50 километров и устья Витима расположены на территории Якутии. На Витиме планируется строительство каскада ГЭС. В бассейне реки обнаружены месторождения золота, нефрита, слюды. На этом участке по фарватеру реки проходит административная граница. Левый берег – это Бурятия. Правый – Забайкальский край. Также по фарватеру здесь проходит и граница часовых поясов. На левом берегу разница с Москвой 5 часов, а на правом – 6. Витим здесь спокойно течет по Муйско-Куандинской котловине. Перед тем, как уйти в ущелье между хребтами Северомуйским и Кадаром, Витим разливается до 2 километров в ширину и совсем замедляет течение. В ущелье река сужается до 100 метров. Здесь находится Парамский порог. Вечером первого ходового дня мы подошли к ущелью, вплотную к порогу, и заночевали. Утром следующего дня мы были перед порогом. И правым берегом реки пешком отправились на разведку, чтобы внимательно его осмотреть. В прежние времена платогоны сплавляли по Витиму лес. В книге известного советского кинодокументалиста Михаила Александровича Заплатина описан любопытный факт из истории судоходства на Витиме. В середине прошлого века здесь работали два капитана, братья Сухановы. Сыновья потомственного сплавщика, они и сами стали мастерами сплавного дела. А позже обучились капитанскому искусству и начали водить буксирные катера. В 1958 году Сухановы первыми решились катерами перетаскивать плоты и баржи через Парамский порог. До этого один брат работал вверху, буксировал плоты и баржи к Парамскому зимовью. Отсюда их вручную сплавляли через порог. Второй брат под порогом принимал караван и тянул его по Витиму до Бодайбо. Первые попытки были робки и осторожны. Для того, чтобы изучить будущую дорожку катера через клокочущий порог, нужно было запомнить в нем каждый камень, каждую струю. С 1959 года Парамский порог был окончательно освоен братьями Сухановыми. И команда одного их катера справлялась с тем, что до этого при самосплаве делало 40 человек. Поскольку наша абсолютная цель заключалась в отборе полевого материала, мы соотнесли свои приоритетные задачи с той степенью риска, который мог подвергнуться успех всей экспедиции, и приняли решение порог обнести. Мы перенесли все наши вещи и лодку 300 метров по валунам, а затем по зимнику. Обнос и разведка заняли 8 часов. Около 6 часов вечера мы были ниже порога со всей нашей амуницией. Дальше в этот день сплавляться не стали. Устали и решили просто отдохнуть. Погода была сухая и жаркая, и мы с удовольствием купались в прохладной Викимской воде в прибойных волнах, которые здесь постоянно били в берег, как будто мы были на берегу моря. Даже ниже водоворотов Парамского порога река не могла успокоиться. Прошли мы около 160 километров. Виким выглядит сейчас вот так. Прошли несколько шивер после Парамского порога, которые расположены. До протоки из озера Орон, вытекающей в Виким, осталось нам порядка 20 километров. Течение у реки действительно большое, порядка 10-8 километров в час. Вчера прекрасная погода была, а с утра испортилась, дождь пошел, не было возможности камеру достать. Сейчас вроде бы как проясняется, что ли, или что будет за погодой, непонятно. Еще и дымка, горит лес где-то. Сегодня надеемся попасть на озеро Орон. Мы приближаемся к кордону Витимского государственного природного заповедника. В пределах заповедника Витим протекает на протяжении 68 километров. На территории заповедника и озера Орон, куда мы планируем зайти с Витима. Нам предстоит работать в заповеднике, поэтому я заключил договор о научном сотрудничестве с его директором Ларисой Григорьевной Чечеткиной. Она любезно разрешила нам посетить озеро Орон и пообещала помочь в проведении наших полевых работ. Вот она, Оронская протока. Сюда впадает озеро Орон Витим, через эту протоку. Сюда нам надо заходить. Там вот озеро. Вот оно, озеро. Начало озера. Мелко. Проходы так и не смогли найти. На моторе не получается у нас. Пришлось тащить. Леха бурлачит. Выход в протоке в мелкий. Где проход? Где-то проход-то есть, конечно. Может быть, под тем берегом, но туда мы не рискнули идти, потому что туда уйдем, обратно не вернемся. Витим тут крепко течет. Поэтому пришлось вот так. Тут вот, наверное, немного пройти, потом поглубже будет на мотор вперед. Вода прозрачная и похолоднее, чем в Витиме. Довольно сильное течение. Идем против течения. Но интересное такое. Мхами поросшие. Вроде глубина увеличивается. Вода прозрачная, голубая. Идем по озеру Орон. Мы ошвартовались возле кордона. Здесь несколько построек, где живут сотрудники заповедника. Нас встретил хозяин кордона, госинспектор Сергей Викторович Никишин. Он посоветовался с директором заповедника по рации и сообщил нам, что может сам на своей лодке повозить нас по озеру. Так будет гораздо быстрее и удобнее. Я с радостью согласился. Ведь скорость нашей лодки в стоячей воде всего 7 км в час. А Орон – большое озеро. Его длина 25, а ширина 6 км. Я запланировал на озере большую работу и объехать водоем необходимо было несколько раз. Озеро Орон имеет тектоническое происхождение. Площадь озера – 51 квадратный километр. Наибольшая глубина – около 200 метров. Орон считается близнецом Байкала. У них много общего. Оба озера образовались в тектонических разломах. В оба озера впадает несколько водотоков, а вытекает один. У Байкала – это ангара, а у Орона – протока, вытекающая из озера Витим. Многие представители флоры и фауны, считавшиеся ранее эндемиками Байкала, были позднее обнаружены в озере Орон. Так выглядит озеро Орон на космоснимке. Это протока, соединяющая его с Витимом. Это направление течения реки. А здесь расположен кордон. Мы отработали на озере двое суток. Сделали с Сергеем Викторовичем несколько выездов для отбора проб. Выезжать пришлось и в сплошной туман, это было в 7 часов утра, и в полнейшей темноте, в час ночи, и когда шел дождь. Это объяснялось необходимостью отобрать пробы с различных глубин несколько раз в течение суток и в определенное время. Кроме того, я поставил эксперимент по определению первичной продукции в водоеме на различных глубинах. Мы объехали все заливы озера. Проб было очень много. Много работы. Без помощи, которую оказала нам директор заповедника Лариса Григорьевна Чечеткина и инспектор Сергей Викторович Никишин, нам не удалось бы выполнить эту работу в полном объеме. После каждой вылазки на озеро за пробами мы возвращались обратно на кордон, и у меня была возможность спокойно обработать материал в защищенном от ветра и дождя месте. Меня очаровало это озеро. Я был очень рад знакомству с сотрудниками Викимского заповедника. Их готовность помочь и бескорыстное служение благородному делу охраны дикой природы меня глубоко тронули. Я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся еще побывать здесь, поработать и пожить подольше. Все-таки, как здорово, подумал я тогда, что здесь основали заповедник. Иначе тут вполне могли бы появиться чьи-нибудь шикарные особняки. И от первозданной природы не осталось бы и следа. Мы находимся в самом глубоком месте озера Арон. В этом месте глубина по непроверенным данным достигает 200 метров, а может даже и больше. Так, Алексей берет пробу со 100-метровой глубины тотальный лов. Вода прозрачнейшая, голубая, волшебного цвета вообще какого-то. Непонятно, для чего она красивая. Теплая, 18 градусов. Вот появилась моя сетка. Стало ее видно. Погода не очень. Что-то не везет нам нынче летом с погодой. Но все равно озеро, конечно, красивейшее. Уникальнейшее озеро. Вот на самом деле уникальное озеро. Тут ничего не скажешь. Я сердце оставил В фанских горах. Теперь бессердечный Хожу по равнинам. И в тихих беседах, И в шумных пирах Я молча мечтаю О синих вершинах. Лежит мое сердце На трудном пути Где гребень высок Где багряные скалы Лежит мое сердце Не хочет уйти По маленькой рации Шлет мне сигналы Я делаю вид Что прекрасно живу Пытаюсь на шутки Друзей Улыбнуться Но к сердцу Покиду тому Моему Мне в фанские горы Придется вернуться Когда мы уедем Уйдем, улетим Когда оседлаем Когда оседлаем Мы наши машины Какими здесь станут Пустыми пути Как будут без нас Одинокие вершины Какими здесь станут Пустыми пути Как будут без нас Одинокие вершины Я сердце оставил В фанских горах Сегодня мы уходим С озера Орон Мы все отработали Как задумывали Все сделали Спасибо Сергею Огромное за помощь Ларисе Григорьевне Конечно Сейчас двинем Двинем к Викиму Сейчас Он здесь В общем-то недалеко Мы вышли на Витим Обратно С озера Орон Нас подхватило Витимское течение Вот туда Витим течет Это одна протока Витимская Вон вторая Оттуда он течет А это протока В озеро Орон Оттуда мы сейчас вышли Все Подхватило течение Подхватило течение Мы на Витиме Впереди у нас Через 36 километров Второй гигант Витима Дилюн Оронский порог Вот мы подошли К порогу Остановились Перед порогом Видно даже Отсюда Что Действительно Порог серьезный Видно Видно даже Отсюда Серьезный порог Но Справа есть протока Нам Тут Сергей уже объяснил Слава Богу Мы в курсе Пойдем сейчас Разведаем по этой протоке Проход Лодку Поставили в тихой заводе Привязали Ну вот она Эта протока Тут то вроде бы Все хорошо Вот на выходе Вот на выходе Там вот мне не нравится А здесь Основной поток русла Вообще не видно Отсюда Не понять Как проход Есть Нет Просто видно Что все пенится Бурлит Ну что понятно Все Надо идти Бурлит Давай 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 Дарья Давай Давай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты просто парень из тайги Один винчестер, две ноги Тайга вокруг, тайга закон Открыта банка тесакон А под ногами сквозь туман Хрустит хребет хамар-дабан Мешочек сердца положи не что-нибудь на эту жизнь Ведь будут тысячи столиц Перед тобой падать нить И будут тысячи побед А снится все-таки тебе Одно и то же Сквозь туман Хрустит хребет хамар-дабан Хрустит хребет хамар-дабан Это наша первая ночевка после того, как мы вышли из озера Арон И прошли Делюнаронский порог Шеверы вроде бы закончились Теперь под тентом пойдем Можно и работать В любую погоду И двигаться С большим комфортом Что говорить Тент милое дело Мы встали на ночевку сегодня пораньше До Бадайбо Осталось 35 километров Там нам надо попасть в контору заповедника Это должно быть рабочее время Бензин надо купить Какие продукты Хлеб, масло Сливочных и кинзей А буквально 10 километров ниже Второй поселок Мамакан В устье реки Мамакан Там мы должны работать А в устье речки Мамакан Где нам предстоит работать Еще и плотина ГЭС находится Вот интересно тоже будет поработать там Завтра утром пораньше Пойдем в Бадайбо В Бадайбо родилась моя прабабушка Руфина Яковлевна Вот интересно посмотреть Что это за город Бадайбо Практически Можно сказать Родина моих предков И прадедушка мой Работал в Бадайбо Долго очень Так что любопытно Будет взглянуть Бадайбо на горизонте Иркутская область Бадайбинский район Город Бадайбо В Бадайбо находится Контора Витимского заповедника И мы снова обратились За помощью к его директору Лариса Григорьевна Любезно предоставила нам машину И мы съездили на заправку За горючим В магазин Чтобы пополнить запасы продуктов И не задерживаясь Отправились дальше в путь В устье реки Мамакан Где мы отбирали пробы Видно расположенную Невдалеке плотину Мамаканской ГЭС Ниже Бадайбо Прижало нас дождем Ветром шквальным Шли по дождю и по ветру Но по центру Слава Богу И место для ночевки найти Очень трудно Вода высокая Коз нет абсолютно Встали мы тут буквально на крепичке Палатку поставили Там костер Вон ручей какой Мощный креп Дожди Пошли Мы в 30 километрах От поселка Мама От усть реки Мама Поселок Усть Мама Подходит к завершению Наш сплав по Витиму Виктор Петрович Кальянов Океанолог Географ И полярный исследователь В своей книге Под названием Вдали океан Написал Я никогда не знал Большой реки Только родную Москву реку Но пусть не обижается Старушка А далеко Синицы до ястреба Ведь им Действительно Грозная река И хотя я знаком Непонаслышке И с другими Большими реками Например С суровой Индигиркой Но я не задумываясь Подпишусь Под словами Кальянова Есть распространенное Мнение о том Что писатель Вячеслав Яковлевич Шишков В своем романе Под названием Угрюм река Описывал Витим На самом деле Прототип Угрюм реки Это Нижняя Тунгуска Название Угрюм река Вымышленное Оно могло быть Заимствовано Автором Из сибирской песни В 1911 году Шишков Участвовал В экспедиции По реке Нижняя Тунгуска Автор Немного изменил В своем произведении Реальные названия Населенных пунктов На Нижней Тунгуске Под Волошино Стало Подволочное Чичуйск Почуйское Ербогачон Ербахамохля Река Большой Поток Это очевидно Енисей А не Лена По крайней мере Все реальные прототипы Героев романа Жили по Енисею Северный город Крайск Это Енисейск Вот мы В устье реки Мама Поселок Усть Мама Отобрали здесь Пробы Сейчас поедем Ниже устья Брать на Витиме Лодок Лодочная станция Лодок Лодок У нас В Якутске Столько лодок Не стоит на лодочной станции Сколько у них здесь Видимо большой поселок Основной поселок Судя по карте Тянется там По Витиму Видимо Еще дальше будет он Это мы уже в устье зашли Витим там Под горой Течет До устья Витима 75 километров Сегодня Забарахлил у нас Мотор Стал Глохнуть На полном ходу И ничего Я не могу сделать Глохнет Плохо Заводится Сначала Заглох После устья мамы Потом Это часа Три шел Опять заглох Потом через час Заглох А потом Стал глохнуть Через 15 минут Через 10 Через 5 А потом вообще Две минуты Работает Глохнет Две минуты Работает Глохнет Поменяли свечку Поменяли фильтр Топливный Бесполезно Уже Морально Подготовились К самосплаву До Якутска Поветим Тут остатки Полень Еще 1200 Км Самосплавом Перспективка Конечно Не очень Но потом Причалили Продули Карбюратор Разобрали Ничего Там непонятно Все это Японская Техника Что там В нем Что-то Куда-то Я дунул Раздунул После этого Он минут 20 ехал Вроде бы Неглох Ну Переночуем Сегодня на берегу Завтра Посмотрим Не знаю Возможно Придется И самосплавом Идти Не знаю Что нас ждет Дальше Есть конечно Возможность Доехать До Ленска Как-нибудь Тут В принципе Уже Не очень далеко 270 км А там Сесть на ракету И домой Но не хочется Упускать Возможность Собрать Такой материал Деньги Вбуханы Большие В это дело Время Надо идти Все таки Хоть самосплавом Найти Отпусти Витима Мы где-то В порядках 20 км Утром Завели мотор Прошли Где-то Часа полтора И он Опять Заглох И заглох Уже Так Что Все Завести У меня Его Больше Уже Не получается Мое Предположение Что это Все-таки Карбюратор Потому что Когда мы Его Пошевелили Подули Он Вроде Начал Работать Видимо Какая-то Соринка Там Все-таки Где-то Болтается Устройство Этого Карбюратора Мне Абсолютно Непонятно И Незнакомо И Воряд ли Я Смогу Оживить Карбюратор Этот Перспектива У нас Идти Самосплавом Сегодня Мы Уже Сколько Четыре Часа Идем Самосплавом Ну Прошли Где-то 30 Километров Пока Течение Хорошее Посмотрим Как Течение Будет На Лене И Вообще Карбюратор Ли Это Еще Кто Его Знает Это Только Предположение Мои Мотор Устал Устал И Ехать Отказывается Все Говорит Шабаш Ну Вот Самосплавом Мы Вышли Из Витима Вот Это Одна Из Проток Устья Витима Тут В устье Несколько Островов Вот Видно Вот Это Уже Лена Это Поселок Витим Довольно Таки Большой Поселок Здесь Мобильная Связь С Домом Поговорили Тут Остров Еще Остров Еще Остров Вот Витим Это Уже Лена Все Вот Уже Момент Выхода На Лену Вот Это Витим Вон Машины Ездят Что-то Там Вертолеты Летают Лодки Ездят Цивилизация Жизнь Кипит Там Лена Туда Нам Идти Да Вот Отсюда Нам Надо 1200 Километров Пройти До Якутска Вот Такая Здесь Лена Прошли Переду И немного От него Отошли Течение Хорошее Такая Река Здесь Лена Жителю Города Якутска Даже Не верится Что такая Лена Может быть Маленькая Речка Пока Чуть Побольше Видимо В районе Якутска Она Огромна А в районе Жигантска Просто Гигантская Река Остановились Мы Поужинать И я Тетровал Пробы Заодно На берегу Сейчас В темпе Поужинать И Отчаливаем И будем Сплавляться Самосплавом Пока Позволит Обстановка Освещенности Теперь нам Долго На берегу Сидеть Нерезон Ничего Тут не высидишь Самосплав Теперь У нас Надо Больше Плыть И меньше Торчать На берегу Пробы Берем С лодки Не выходя На берег По фарватеру Реки Мне нужно Пробы Отобрать Устерик Мне не нужны Никакие Здесь Только По фарватеру Реки Лены Поэтому В общем По ходу Дела Все нужно Делать Впереди Город Ленск Дошли мы До него Самосплавом Мотор По прежнему Работать Отказывается Никаких Больше Попыток Я и не Предпринимал Его отремонтировать Но вот Вчера Встретились С инспекторами Рыбоохраны Поговорили Вчера Перед Ленском На стоянке Подъехали к нам Дали они нам Адрес Телефон Какого-то Местного Ленского Мастера По моторам Сегодня утром Я с ним Созвонился Договорились Мы встретиться Вот возле Лестницы Возле Стеллы Вот Есть Надежда Маленькая Надежда На то Что он Что-нибудь Сможет сделать С мотором Тогда бы мы Пошли на моторе Было бы здорово Конечно Мастер В Ленске Нам помог Исправить мотор Теперь мы Вот Второй день Идем на моторе Работаем Отбираем Пробы Дошли До поселка Мача Большой поселок Вот мы Добрались До Алёквинска Вот он Алёквинский Речной Порт Здесь мы Купили бензин Отметили Командировочное И Продуктов Подкупили Сейчас Будем двигать Дальше Туда нам Надо И баркадер С которого Мы уже Несколько раз Уезжали Вон Ракета стоит 188 Это Георгич Наш знакомый Но нам На ракету Не надо Нам самим Надо Своим ходом Пробы отбирать Надо Дуть Надо Самим Лёха Меня уже Торопит Надо Отчаливать Уже поздно Уходить Из поселка Пусть и Алёпмы Отсюда Мы Два раза Выезжали Когда С Чары Возвращались И когда С Алёпмы Возвращались В этом месте Русло Лены Пересекает Крупнейший Восточной Сибири Нефтепровод Так называемое ВСТО Что означает Восточная Сибирь Тихий океан Поэтому Нефтепроводу Гонит Нефть В том числе И в Китай На той стороне Это выглядит Так Здесь труба лежит На дне Лены В случае Какой-то Нештатной ситуации Аварии Не дай бог На нефтепроводе На этом Последствия Могут быть Просто Трагичны Для реки Не дай бог Если это произойдет Огромная территория Будет загрязнена Что делать Современный мир Так устроен Надо качать нефть Экономика мировая Должна работать Она захлебывается Без нефти нашей А нашим толстосумам Нужны деньги Чтобы покупать Яхты и самолеты Ну и народу Маленько перепадает Чуть-чуть совсем Вот так Я когда-то состарюсь Память временем смотрит Если будут подарки Мне к тому рубежу Не дарите мне берег Подарите мне море Я за это, ребята Вам спасибо скажу Я за это, ребята Вам спасибо скажу Поплыву я по морю Свою жизнь вспоминая Вспоминая свой город Где остались друзья Где все улицы в море Словно реки впадают И дома как баркасы На приколе стоят Что же мне еще надо Да, пожалуй, хватит Лишь бы старенький дизель Безотказно служил Лишь бы руки устали На полуночной вахте Чтоб почувствовать снова Что пока что ты жив Чтоб почувствовать снова Что пока что ты жив Лишь бы я возвращался Знаменитый и старый Лишь бы доски причала Проходя, прогибал Лишь бы старый товарищ От работы усталый С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал За бортом лодки Гроза Бегем Мы спрятались под тенцом И сидим по форвативной реки Сплавляемся Вот что творится Солнышко Хорошо, что есть тент Без тента Было бы Не так комфортно Прошли поселок Малакан Приближаемся К дому Можно сказать До дома 360 до Якутска Появилась В большом количестве Машка Просто ужас Что творится Вон в лодке Набилась ее Вот она Машка Вот все 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 Немножко Все Немножко Идем самосплавом Вчера мотор Утром заглох Поменял я свечку Последнюю Которая у меня была Вот Он прошел до вечера На этой новой свечке Абсолютно И Опять заглох И теперь он уже Ничего ему не помогает Глохнет 5 минут буквально работает И глохнет Все Загнал я мотор Короче говоря Еще один Отработал он По моим подсчетам 500 часов Примерно столько И в прошлый раз Тот мотор Джонсон Отработал И начались Неисправности Что с ним Не знаю Не знаю Как в сказке В сказках Говорится О героях Которые куда-то Долго идет Что он Истоптал 7 железных Сапогов И взломал 7 Железных Пасахов Вот я Пока Двигаюсь По этим Крупным рекам Второй мотор Железный Изломал Уже Теперь нам Плыть Очевидно До бестях А до бестях Отсюда Где-то 270 Наверное 260 Самосплавчиком По воле Волн Так сказать Идем Самосплавом Подходим К поселку Синск Синск Там На той стороне Реки За островами Видно Домишки Это В общей сложности Пятый день Нашего Самосплава 550 Км В общей сложности Мы прошли Самосплавом По линии Видим Алексей Дежурил ночью Сегодня был на вахте Сейчас отдыхает Сейчас на вахте Стаю я Плыем Самосплавом Круглые сутки Ночи уже довольно-таки Темные Идти опасно Конечно Но Приходится Рисковать Опасность В том Что Следить Надо Чтобы не налететь На буйки Их очень много По реке Они представят Большую опасность Для нашей водки Резиновой Ну и Суда Проходящие Тоже Надо их Обходить Ночью Суда Тоже Бывает Ходят Ну До Якутска Отсюда Остается 230 Где-то Вот Мы подошли К Ленским Столбам Знаменитые Ленские Столбы Столбы Уветривания Вот Они Буквально Отсюда Начинаются Отсюда Около 100 Километров До Верхнего Бестяха Откуда Мы планируем Такси Вызвать И уехать В Якутск А до Якутска По реке Отсюда Где-то 200 Километров Примерно 200 Километров Музыка 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 Ну что Собрали Мы Последнюю Отобрали Пробу Полене Несмотря На то Что Неисправность Мотора Мотор Отказал Мы все Таки Все Запланированные Пробы Полене Взяли Я очень Рад Что мы Все Отработали Ничего Не упустили Сейчас Наша Задача Дойти До Верхнего Бестяха До него Осталось 25 Километров Там Заказать Такси И Домой Материал Весь Собран Много Работы Нынче Сделано За лето Чара Алёкма Витим Озеро Арон Интереснейшее И Лена Средняя Поездка Закончена Все Приключения На этот год Закончены Итог Моих Экспедиций За последние 5 лет Это уникальный Полевой Материал По фитопланктону И гидрохимии Который Я собрал На 12 Наиболее Крупных Реках Восточной Сибири Это Аннабар Оленек Лена Яна Индигирка Колыма Вилюй Алдан Амга Витим Чара И Алёкма Единственная крупная река, на которой мне необходимо было бы поработать, это Анадырь Река Река эта совершенно особенная и сильно отличается от пройденных мною рек Она впадает в Тихий океан, а протекает с севера на юг Для того, чтобы обобщить материал о фитопланктоне рек Восточной Сибири, необходимо было бы получить данные по Анадырю Тем более научных публикаций о фитопланктоне Анадыря пока нет Однако это была бы очень дорогая экспедиция, у меня нет на нее средств, а найти финансирование пока не удается Река